Обзор картины Март Левитана Картина Март – это хрестоматийный пейзаж Исаака Левитана, написанный в 1895 году. Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи. Размер полотна 60 на 75 сантиметров. Картина была написана Левитаном в марте 1895 года, когда он жил в усадьбе Горка в Тверской губернии. Она экспонировалась на выставах 1996 года и в том же году была куплена кальционером Павлом Третьяковым. Картина Март считается одним из наиболее известных и ярких образцов пейзажного наследия Левитана. Она также служит примером влияния импрессионизма на творчество художника. Этот жизнеутверждающий пейзаж, сочетающий в себе живописное изображение снега, весеннего неба и деревьев, считается открытием в русской пейзажной живописи. Впоследствии этот мотив стал популярной темой у многих русских пейзажистов XX века. Художник Исаак Ильич Левитан очень любил изображать природу родного края. У художника большой багаж работ на тематику природы. Левитан большую часть своей жизни провел в путешествии, поэтому видел много красот большой России. И так в 1995 году была создана картина Март, которую некоторые критики считают как одну из самых лучших работ художника. Художник очень любил весну, поэтому на полотне изображен его любимый месяц – март. Глядя на картину, в глаза сразу бросается протоптанная тропинка к дому. Возможно, она еще и посыпана песком, чтобы не подскользнуться. На тропе большое количество следов от обуви. Далее мы видим большой дом. Двери открыты, скорее всего, туда сейчас кто-то вошел. Возле дома небольшой навес, на крыше которого лежит снег. Если солнышко сильнее пригреет, то снег растает очень быстро. По обеим бокам тропы высокие сугробы. На солнце сугробы переливаются всеми цветами радуги. Далее взгляд переносится на лошадку, которая стоит в небольшой упряжке. Позади лошади находятся небольшие деревянные санки. Наверное, хозяин привез на ней что-то в этот дом, и животное пока мирно отдыхает. Дверь двухэтажного дома распахнута. Значит, скоро оттуда выйдет хозяин лошади и сноб помчит по наезженной дорожке вглубь весеннего леса. На заднем плане картины нарисован большой могучий лес. Высокие мохнатые ели тянутся высоко к солнцу. У самого дома раскинулись большие и сильные березы. Они ждут своего часа, когда зима отступит, чтобы распустить свои почки и листочки. Наконец-то пустить березовый сок по своему высокому стволу. На самом верху картины видно нежно-голубое небо. На нем нет ни единой тучки. Воздух согрет весенним солнцем. Вся природа ждет пробуждения от зимней спячки. Деревья набрались сил за зиму и готовы распуститься вновь. Вся картина преоплодает в ярких тонах. Хоть на холсте нарисован снег, то от нее не веет холодом, а даже наоборот, теплом. Художник нарисовал его таким образом, что когда взгляд бросается на снег, то он переливается различными цветами. День очень солнечный и яркий, а это уже значит, что на пороге скоро весна, и скоро растает снег, и появится первая зеленая трава с красивыми голубыми подснежниками. Это видео было сделано специально для сайта пост.су. Подписывайтесь на нас в социальных сетях.